Сирийские власти и оппозиция 19 марта обвинили друг друга в проведении смертоносной химической атаки на город Блис-Алепа. Если это подтвердится из независимых источников, то станет первым применением подобного оружия за два года конфликта в стране. Министр информации Сирии сообщил, что повстанцы выпустили ракету с отравляющими газами на город Хан-Аль-Ассель, в результате чего 16 человек погибли, 86 получили ранения. Позже государственное телевидение сообщило, что число погибших возросло до 25 и показало кадры из больницы, где предположительно находятся пострадавшие от атаки. «Они ударили по нам химическим оружием. Нас атаковали террористы. Эти негодяи. Пусть их Бог покарает». Между тем, командование сирийской армии, базирующееся в Турции, заявило, что атаку совершили правительственные войска, использовав для этого ракету дальнего действия. Представитель штаба сказал, что повстанцы не располагают подобным оружием. «Мы не имеем к этому отношения. Мы не располагаем оружием массового поражения или химическим оружием. У нас вообще этого нет. У нас также нет ракет, которые могли бы доставить такое оружие». Ранее в тот же день своё обращение выпустили и повстанцы, находящиеся в Сирии, выложив его в социальные сети. Впрочем, подлинность этого видео проверить невозможно. «Мы предупреждаем, что режим распространяет эти новости, чтобы оправдать использование химического оружия на западной окраине Алеппо. И мы призываем правозащитные организации и ООН, а также все международные организации начать действовать как можно скорее, потому что режим начинает использовать химическое оружие». «Действительно ли у сил Асада имеется химическое оружие, неизвестно. Официальный Дамаск обычно уклоняется от прямого ответа на этот вопрос». «Если бы у нас было химическое оружие, мы бы его не использовали из моральных, гуманитарных и политических соображений». Кроме этого, замминистра иностранных дел Сирии обвинил в вовлечении в химическую атаку Турцию. Эти обвинения встретили резкую критику премьер-министра Турции Таипа Эрдогана. «Напомним, самый смертоносный случай использования химического оружия на Ближнем Востоке произошёл 25 лет назад в Ираке. Тогда по приказу Саддама Хусейна против курдской общины использовали ядовитый газ, в результате чего погибло около пяти тысяч человек».